Всем привет! Сегодня у нас будет ответ на письмо подписчице психологически, не про турок или курорты и так далее. Кому такое очень нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, подведущие помогают развитию канала. В инфобоксе есть моя почта. Кто хочет присылать свою историю или вопросы для ответа в видеоформате, присылайте. Можно в теме письма истории от анонима написать. Кому нужна психологическая консультация, индивидуальная, то в теме письма консультация. Так, давайте приступим. Так, здравствуйте, я мама очень умной и красивой девочки, которой 13 лет. 36 лет я жила в Украине и там же родила свою дочку. Три года назад я познакомилась с турком и у нас завязались романтические отношения. Он приезжал к нам в Украину, мы приезжали к нему, все было нормально. Дочка хорошо его приняла и он старался все делать для меня и дочери. С началом войны мы приехали к нему и оформили свои отношения. Восклицательный знак. С дочерью у меня были всегда, да и в принципе сейчас, доверительные отношения. Она всегда со мной делится всем, что у нее на сердце. Но теперь начались проблемы с ребенком. Опять восклицательный знак. Она закатывает истерики по поводу того, что она не хочет жить в Турции, плачет каждый день. Она ненавидит всех вокруг, категорически не хочет учиться в турецкой школе, почти не выходит из своей комнаты. И очень иногда общается с племянницами мужа, когда те приходят в гости. Жить в Украине сейчас просто невозможно. Бомбят нещадно каждый день. Но и в любой другой стране она бы тоже жить не хотела. А хочет исключительно домой в Днепр. Я перестала узнавать своего ребенка. Из общительной коммуникальной девочки лидера она превратилась в социопата. Пытаюсь поговорить с ней, выяснить, что происходит, почему она так себя ведет. Но она как улитка прячется и не говорит со мной по этому поводу. Иногда, когда мы не говорим с ней о школе, о новых друзьях и знакомствах, ее немножко отпускает. Но ненадолго. Учится она онлайн в украинской школе, но сколько это будет продолжаться, неизвестно. Нужно как-то социализироваться здесь, в Турции. Как мне быть в этой ситуации? Я боюсь давить на нее, боюсь потерять с ней доверительные отношения. Но идти на поводу у ребенка тоже не вариант. Возможно, мое письмо немного сумбурно написано, но я просто очень переживаю по этому поводу. Хочу найти выход. Спасибо большое за помощь. Первое я хочу отметить. Проблемка. Не хочу идти на поводу у ребенка. Это тоже не вариант. Что значит на поводу? Роли. У вас здесь три момента. Короче говоря, дайте я буду рассказывать. На что бы я обратила внимание, например, да, если была ваша ситуация, оказалось. Три момента, которые надо проработать с ребенком, проговорить, понять, короче говоря. То есть я не могу точно сказать, как вот надо поступать и вам с ребенком вашим разговаривать. Потому что вы знаете подход правильно. И вы говорите, я не хочу потерять доверительное общение. А у вас его уже нет. Вы уже сейчас, на сегодняшний день потеряли. Ребенок как улитка закрылась, не разговаривает, не делится. У вас три фактора. Первое. 13 лет подростковый период. У нее своя идентификация, новое я, осознание себя, новый этап. Не то, что ребенок отрицает. У нее сейчас пришло время, когда ей должны доверять, спрашивать ее желания, что она хочет. У нее все проходит так, как она не хочет. Вот там проблема. То есть ее подростковый период, открытие подросткового периода и вот этот вынужденный, назовем так, переезд из-за войны и отрыв от дома, друзей и так далее, родственников привычной обстановки. Для нее сейчас максимально важны ее желания. И третье, чтобы я обязательно посмотрела. Я не знаю, как это проверить, честно скажу. Но на что надо обратить внимание. Она теперь живет с новым человеком в доме, с вашим новым супругом. Сейчас об этом поподробнее расскажу попозже. А у нее подростковый период. Здесь все явно комбо, все вместе. Все очень важно, все эти три аспекта этих. К чему меня, скажем так, зацепила фраза, на которой, да, я сделала акцент. Идти на поводу у ребенка. Мама, вы немножко не готовы к тому, что ваш ребенок взрослеет. Нет повода, пута назовем, да. Как это, пута вообще у коня, ноги путают, да, как это называется, я слово забыла. Узда, да. Мы в узду одеваем коня. И кто кого ведет, я его выгуливаю или он меня. Вот в чем проблема подросткового периода? Родители не принимают взросление своих детей. Они к этому еще не готовы. Они у них в головах дети. А в 13 лет она становится своим «я». Она пытается, первое, смотреть границы, что ей можно, что нельзя. Второе, принимать само решение и жить по своим желаниям. Вот вы ей сейчас желание обрубите, будете заставлять делать то, что она не хочет, с кем она не хочет общаться, идти в школу, которую она не хочет, жить в стране, в которой она не хочет. Она навсегда, вы у нее перебьете, у нее как бы не навсегда, а потом она когда-то, допустим, пойдет к терапевту лет в 35, когда она это заработает, и будет решать эти проблемы, винить свою маму, которая запретила ей чего-либо хотеть или жить по ее желаниям, по этим условиям, да. Какие у нее есть желания. У нее вот этот сейчас период, это себя самоидентификация как человека. Она стала ощущать, на что она имеет право, какие у нее есть права, ну, обязанности в том числе, да, например, убираться в своей комнате или там мыть посуду, да. И при этом у нее вот этот гормональный всплеск, знаете, вот вспомните себя в беременность, например. Вот подростки переживают то же самое. То слезы у нас, то мы закрываемся, то еще что-то. То есть вообще человек теряет контроль на своей жизни в данный момент. А она и эмоционально, гормонально потеряла, и физически она живет в другой стране, это не ее выбор, не то, что она хотела, она хочет домой в Днепр. Знаете, почему туда хочет? Там у нее это последний был оплот защищенности, стабильности, равновесия какого-то. Для нее сейчас не будет доходить, что там взрывают, там страшно, опасно. Для нее там стабильность родной и так далее, стабильность. Ей нужна стабильность, почва под ногами, которой сейчас у нее нет. Ни в моральном плане, ни в физическом. У нее все наложился, этот переезд, адаптация к новой стране, и вот это ее эмоциональные качели, личные, гормональные, которые сейчас происходят. Я сейчас попозже расскажу, как с ней попытаться наладить контакт, что ей надо давать, чувствовать и так далее, как с ней разговаривать нужно. Я хочу немаловажный момент, скажем так, отметить. То есть ваша дочка уже не тот конь, которого мы путатом надели, ведем за собой, уздечку на него накинули. Это не в том, что она пытается поменяться с вами ролью, быть взрослой, а вы у нее на поводу идете, и для вас это не вариант. А вы сейчас с ней, это первые 13 лет, это первый вариант, как бы первая возможность, первый шанс говорить с ней на равных. Видеть ее не ребенком, а взрослой, партнером, с мнением которого надо, как бы, соглашаться, хотя бы слышать, договариваться, находить компромиссы, а не ломать ее, запрещать ей, говорить, ты никто и ничто будет так, как я сказала, будет вот так. К сожалению, это и есть подростковый период. Почему конфликты идут? Потому что родители не хотят общаться с ребенком на равных. Потому что что, ну, объективно, опыта у него нет, денег не зарабатывает, в семью ничего не вкладывает. Какие у него права и какое у него желание может быть? Он никто. Вот 18 лет будешь, будешь свободен, уйдешь, работать, там мы с тобой типа по-взрослому говорить будем. Да, правильно рассуждаете, но только вот этот период желания, вообще что-то хотеть, решать, и характер становления, вот сейчас начинается, до 18 лет. 18 лет уже закончится, это будет уже готовый, зрелый человек. А становление происходит сейчас. Вот сейчас вот эта открытость, то, что ее стало меньше, это нормально, она не чувствует вас, с вами себя защищенной, потому что у нее вокруг дисбаланс огромный. Ей некуда ткнуться, ее сейчас ближайший поиск, это равновесие и баланс на месте. Делать ей повседневную равновесие, регулярность ее жизни. Учится в онлайн-школе, пусть продолжает учиться. Не забирайте у нее этот шанс. Пусть ходит на какой-то кружок. Какие-то друзья из местных, познакомьтесь с кем-то там во дворе. Пусть она ходит на курсы языка, или если не хочет, она его отвергает очень сильно. У нее же какое-то хобби дома раньше было, рисование или еще что-то. Найдите это здесь. Даже в онлайн-варианте, формате, неважно. Ей нужна каждый день стратегия ее поведения. Ей нужно расписание, ей нужна стабилизация, а не подвешенность непонятная. И третий момент про мужчину. Это, наверное, слышать вам не хочется, никто бы не захотел. Это, исходя из практики огромной. Я вам так скажу. Для вас это, да, супруг новый, у вас хорошие, возможно, отношения, все в порядке. Если девочка его раньше принимала, все хорошо было, она была настроена. Здесь не вопрос ревности, личных границ принятия. Она приняла. Если здесь сейчас, вы можете говорить, у них нормальные, нейтральные отношения и так далее. Но у вас есть какой-то пункт, в котором она не может вам рассказать, открыться, она уходит от ответа. Вы заметили это? Я заметила из письма. Если мы это не оставляем, как вы сказали, все про друзей, там что-то не говорим, все более-менее в порядке, но она не отвечает до конца, она не может вам ответить, что с ней не так. Отпетьте это, я-то сразу прочитала в письме. Она не может сказать причину ее проблем. А переезд, друзья, стабильность, это она называет. Это первое, что любому дураку как бы на ум придет. Я про то, что вам, я не знаю, как просто вы с дочерью общаетесь. Вам надо с ней составить такой разговор доверительный. Не было ли у нее домогательств и нападок со стороны ее нового отчима? Вам в это верить не хочется, или есть мамы, которые максимально это стараются не замечать и отвергать, но это та тема сексуальности, домогательств. Не только отчима, каких-то новых членов семьи, соседи могут быть, неважно. Вот это тот спектр, когда подросток не придет маме рассказывать, какие бы доверительные, хорошие отношения у них не были ранее. Обратите на это внимание. То есть, с чего исходит? Как составить разговор? Издалека, ни на когда, ни на прямую. Доченька, ты растешь, траляля, там интересы, мальчики, все кое-прочее. Я хочу, чтобы ты мне доверяла. Если у тебя будут какие-то нападки со стороны кого-то, неприятное общение, обозначьте какое. Тебя берут за руку, кладут руку на коленку, тебе что-то предлагают. И тогда вот вы прям должны проговорить конкретные моменты сексуального, сексуализированного насилия, когда против воли человек. Чтобы он знал, что это ненормально. Чтобы он не думал, что происходит сейчас, например, с ней, если оно происходит, норма. Должны дать вы вот эти границы нормы. Перечисляйте. Ты сразу приходишь и говоришь мне. И мы будем вместе решать этот вопрос. Ты можешь мне довериться. Как бы мы с тобой сейчас друг друга недопонимали, как бы мы ни общались, ты можешь мне доверять. В этом вопросе я всегда на твоей стороне. Ты мне всегда можешь доверить, кто бы ни был этим человеком. Даже если кто-то очень близкий или родной человек. Для меня роднее только ты. Понимаете, какой разговор должен быть? Пройдет время, если у нее есть в этом плане какая-то проблема, она должна к вам с ней прийти со временем. Давайте ей чувствовать это, что вы на ее стороне, вы ее поддержите, даже если это ваш любимый человек делает. К сожалению, очень большой процент проблем. Это когда свадьбы происходят, новые браки заключаются с детьми, подростками, и приходят в семью новые папы, отчимы. Это очень часто. К сожалению. Или какие-то новые члены семьи, которые от него там чужие, они по сути. Это просто девочка, у нее еще и пубертат идет, созревание, оформление фигуры, все прочее. У ребенка нет, у подростка нет норм, что можно, что нельзя, что нормально, что есть ненормально. Вы как мама должны это рассказать, предупредить и сказать, что я доверенное лицо, если что, ты ко мне с этим приходишь. Это вообще первично, что вы с ней должны о чем поговорить. Затем уже разматываете клубок по поводу переезда, зоны комфорта, ее стабильность. Вы сейчас максимально ребенку даете стабильность каждый день. Каким образом, не знаю, смотрите у себя по интересам. Очень часто родители махают на своего рода у ребенка, типа я попробовал, я уже устал, я же должен с собой заниматься. Окей, вы имеете тоже право с собой заниматься, но ничего важнее, отношения с ребенком, которые могут испортиться, или ваше личное какое-то пространство, чтобы вы с собой занимались, своей новой, например, личной жизнью. Я бы выбрала, например, ребенка, потому что у нас сейчас какие-то проблемки идут. Родители часто закрываются, и они хотят посмотреть, как бы пытаются решать, но пытаются для вида. До конца не доводят, бросают на полпути, с ребенком не договаривают, начинают давление оказывать, как у вас в письме, идти на поводу у ребенка. Ну какой на поводу? Она пытается понять, что ей можно, что нет. Это не на поводу у ребенка. Вы практически сейчас этой фразой заставляете принять то, что ей не нравится, что она делать не хочет. Не хочет здесь жить, не хочет ни с кем общаться. Она в максимальном отрицании находится. Не надо с ней бороться и исправлять ее, ставить ультиматумы. Надо начать слышать ребенка, что ты хочешь. Какие у тебя желания? Если не так, то вот как? Вы сказали, она поедет там в Днепр. Это же в диалоге все узнается. Вы говорите, доченька там сейчас в небезопасности. Мы туда приедем, у нас, например, ракета попадет в наш дом и нас убьет. Ты бы хотела умереть? Мы переводим на глобальный уровень. Она говорит, например, нет. И вы говорите, я не хочу. Поэтому мы пока что должны остаться здесь. Понимаете, какие разговоры? Они так категорично там. То есть здесь еще вопрос. Вас нервы, походу, сдают. Вы очень переживаете, нервничаете. У вас не получается диалога. Я бы вообще в идеале, если есть такая возможность, обратиться к детскому психологу, когда приходят с родителями, с трудными подростками, которые занимаются подростками, чтобы вам помогли настроить этот диалог, чтобы вы научились задавать правильный вопрос, вести диалог со своим ребенком, как правильно общаться. Но я точно скажу, вы вообще вперед не уйдете, если будете ее ломать, заставлять принимать что-то. Позвольте ей вот просто жить сейчас. Давайте ей максимальную заботу, любовь, что вы все равно с ней ее в любом случае поддерживаете. Даже с плохим гормональным настроением сейчас она улыбается, смеется, завтра она еще плачет. Эти перепады настроения это тоже норма в этом случае. Вы ее принимайте любой. Любите и поддерживайте. Больше ничего не надо. Честно говорю. Но она не должна чувствовать, что ее ломают, от нее отстраняются. Говорят, решай сама твои проблемы, вот будешь нормальной, хорошей, адекватной, приходи. Будет все как раньше, я тебя буду любить там условно. Ты будешь у меня в подчинении. Я под твою дудку плясать не собираюсь. Я же мать, я старше. Нет, к сожалению, теперь диалог уже должен быть. Теперь она тоже старше стала. Она повзрослела. В этом и есть весь смак подросткового периода. Вам теперь надо по-другому к ней относиться. Она уже не ребенок, которым можно управлять или говорить, а она делает. С ней теперь надо считаться. К сожалению, даже если вам это не нравится, у вас есть объективные факторы, типа там война, угроза жизни и так далее, ну надо учиться договариваться с ней. Находить все равно компромисс. Пусть это будет компресс, это удобно ни тем и ни тем, но точка, на которой мы можем сойтись и где-то в каком-то ущемлении побыть. Но более-менее найти какой-то общий язык, договоренность, чего я вам, собственно, и желаю. Если есть какие-то вопросы, задавайте под видео, может, на них как-то отвечу. В инфобоксе под видео моя почта. Кому нужна консультация психологическая, пожалуйста. Тема письма, консультация. Я вам вышли условия. Кто хочет также прислать историю для разбора на канале, пожалуйста. История от анонима в теме письма. И также в инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Подписывайтесь. Скоро увидимся всем.